Его имя знают все шахтеры Караганды. Оно известно всей горной общественности, стран ближнего и дальнего зарубежья. Трудовой путь Николая Дрижда тесно связан с историей карагандинского угольного бассейна и угольной промышленности. Сегодня известный ученый отмечает свой 85-летний юбилей. Подробнее в материале нашего корреспондента. Профессионализм высокого уровня, таланты организатора производства, целеустремленность, инициативность и принципиальность. Деловые качества Николая Дрижда являются талоном жизни как для студентов, так и для его коллег. После окончания горной академии в 1953 году с отличием начал трудовую деятельность на шахтах карагандинского угольного бассейна. С благодарностью и теплотой отмечают руководители шахт, предприятий производственного объединения карагандауголя, его неиссякаемой энергией, исключительном трудолюбии и постоянной заботе о людях. При его активном участии воздвигались целые микрорайоны в Караганде, Шахтинске, Саране, Абайе и во многих шахтерских поселках. Его трудовой путь и заслуги известны всем, и никто не может не проявить уважение, говоря о Дрижде. Мы его очень уважаем, дважды доктор, мы говорим о себе. Этот человек длительное время работал на производстве, один из ведущих горняков Казахстана, возглавлял наш комбинат, длительное время работал на шахтах. Начиная от горного мастера, он вырос до начальника угольного. Сегодня Николаю Александровичу исполняется в 85. На протяжении последних 20 лет Дрижд передает свой богатый научный и производственный опыт будущим специалистам в области горного дела. Активно занимается научно-педагогической и общественной деятельностью в Караганинском государственном техническом университете. О молодом поколении Николай Александрович отзывается с небывалой теплотой и пониманием. Вы знаете, обыватели иногда говорят, ой, это молодежь, ничего сегодня, значит, они совсем другие, они, значит, не так, как мы там, мы страдали и так далее. Они об этом сейчас не говорят. Они не хотят страдать, они хотят жить хорошо, развиваться. Ну, как и вы, вот вы же молодые люди. Что вы хотите? Хотите иметь хорошее жилье, хотите иметь интересную работу, получать должную заработную плату, отдыхать, воспитывать детей и так далее. Вот молодежь. Это все молодежь хочет делать. Многогранная трудовая и общественная деятельность Николая Дрижда отмечены целым рядом государственных и ведомственных наград. Два ордена Ленина Трудового Красного Знамени Орден до стык второй степени знака «Шахтерская слава». Дрижд является дважды лауреатом Государственной премии СССР, заслуженным горняком Республики Казахстан, почетным гражданином шахтерских городов Караганды, Сарани, Шахтинска. На завоеванные титулы не останавливает уважаемого профессора Николая Александровича и сегодня реализует свои проекты. Основной проект – это добыча метана. Это очень крупный проект и так далее. Он представляет собой очень актуальную тему, связанную прежде всего с тем, что он решает две проблемы. Первая проблема – это безопасность, которая очень важна для людей, работающих под землей. Так она называется – метанобазм, метанобезопасность. Это первая задача этого проекта. Из-за наличия большого количества газа при горных работах происходит иногда техногенные аварии с большими человеческими жертвами. И в мире это наблюдается, ну и в нашем бассейне и так далее. Поэтому одна из главнейших задач – решить проблему, конечно, безопасности при ведении горных работах. Вторая задача – это просто получение нового энергетического сырья. Оно не новое, а новое почему? Потому что его получать будем из обычного угля. Аида Ибраева, Толли Генрешитов, Марат Култенов, Первый Караганинский.